Книжные записи И мы сюда приехали, у нас уже здесь появились друзья, мы обзавелись друзьями Рик и Денис, мы на самом деле считаем вас близкими друзьями, особенными друзьями И так же, хотела бы сказать Юле и Ренате спасибо, они за нами приглядывали Мы подружились, замечательные люди И теперь я постараюсь произносить 12 слов в секунду, пожалуйста, не надо На самом деле я молилась о том, чтобы вы могли быстро воспринимать всю эту информацию Итак, каждый из нас, думающее существо, думающее творение Каждый из нас способен думать Каждый из нас способен избирать И когда мы думаем, когда мы избираем На самом деле в этом столько силы И мы можем создать У наших мыслей есть физическое выражение В нашем мозге наши мысли обретают физическую форму Итак, мысли реальны И мы можем избирать И Бог очень ясно говорит об этом Он говорит даже как хирург Что Он предлагает нам жизнь и смерть Благословение и проклятие Избери же жизнь И если ты сам не изберешь жизнь То ты этим самым избираешь смерть Нет каких-то серых мест Ничего посередине нет Либо ты делаешь то, как Бог предназначил Ты на этой стороне Здесь зона любви И ученые доказали, что человек был создан для того, чтобы жить в любви Но ты живешь в мире полном неспасенных людей Мы живем в неспасенном мире И поэтому любовь была искажена нашим врагом И противоположная сила любви Это страх И вот здесь зона страха Вот это уже ненормально Это не норма Здесь подделка Здесь то, что искажено врагом А вот это настоящее и хорошее И ученые Наука на самом деле всего лишь пытается угнаться за тем, что уже написано в Божьем Слове И есть доказательства, есть свидетельства Есть что-то осязаемое Все это помогает нам понять, почему же нам следует выбирать жизнь Каждая мысль, которая вращается в вашей голове каждый день, минута за минутой Каждая мысль меняет форму вашего мозга И она может изменять либо в негативную сторону мысли в строении мозга, либо в позитивную Вы можете повлиять на свою ДНК И вот на этом слайде Вот это наш мозг в разрезе, разрез То, что происходит внутри мозга И здесь вы видите свои мысли Когда вы думаете, когда вы делаете выбор, мысли формируются Вы сами занимаетесь строительством своих мыслей Вот эти ветви разрастаются Сейчас, когда вы думаете, в вашей голове происходит как раз вот это Вот это мысли, вот эти ветви Вот эти ветки состоят из белка, из протеина И они содержат в себе информацию Информацию можно добавлять, забирать, можно изменять форму, вид И если вы правильно мыслите, то у вас в голове будет жизнь И ваше мышление влияет на ваши хромозоны Которые внутри клеток И потом они уже образуют ДНК А в ДНК содержится ваша генетика Генетические коды, которые также состоят из протеинов И когда вы думаете, когда вы что-то выбираете, эти протеины начинают действовать И мысли в вашей голове, ваши мысли обретают физическую форму И они похожи на деревья Это снимок мозга Это то, что в нашей голове на самом деле Мысли реальны Не бывает мыслей без последствий И когда Бог сказал нам, чтобы мы все свои помышления пленяли в послушании Христу Бог дал вам способность пленять мысли Вы можете пленить эти мысли Мыслительными процессами, своим выбором вы можете их пленить И если вы не будете пленять негативные ядовитые мысли То вот эта токсичная отравленная мысль Негативно повлияет на все клеточки вашего тела И когда вы принимаете решение избрать что-то неправильное То вы посылаете этим самым искаженный неправильный сигнал Который заставляет белок искажаться То есть белок приобретает неправильную форму Это приводит к образованию токсичных мыслей, которые остаются в вашей голове Эти токсичные мысли Когда мы делаем сканирование мозга Когда мы делаем фотографии того, что есть в мозге На самом деле вот эти токсичные мысли Очень отличаются от позитивных, хороших мыслей Здесь на экране Смотрите, вот здесь сейчас мы видим Хорошие, здоровые мысли Вот это хорошие мысли Мысли, которые в нашей голове похожи на деревья И вот ветви этих деревьев называют дендриты Вот это хорошие, здоровые мысли И на этой мысли много ветвей Это означает, что чем больше вы думаете Чем больше вы обрабатываете информацией Чем больше вы применяете 45 Псалом 11 стих Где написано, остановись и познайся, что я Бог Чем больше ты концентрируешься на том, что происходит в твоей голове Независимо от того, что происходит вокруг Чем больше ты позволяешь Богу влиять на твои решения На твой выбор Чем больше ты позволяешь Духу Святому вести и направлять тебя Тем умней, интеллектуальней ты становишься и лучше себя чувствуешь Больше здоровья Твое тело впитывает твои мысли Точно так же, как фотокамера делает фотографии, снимки Так же твое тело запечатлевает твои мысли И все это реально происходит Это реально происходит И если вы сами все это неправильное принесли То вы же сами можете от всего неправильного и избавиться Давайте посмотрим, как выглядит в нашей голове токсичная, отравленная мысль Вот эти рисунки, которые вы видите, это на самом деле фотографии головного мозга Это реально происходит в голове человека И я попросил художника, чтобы он помог нам увидеть, как выглядит это облако в голове Это не просто какая-то черная дыра Это противная, ужасная мысль, которая появляется, когда ты принимаешь неправильное решение И это смерть, которая поселилась в твоей голове Это твердыня, вражеская, греховная твердыня Ядовитая и отравленная И наше тело, наш организм реагирует на эту токсичную мысль, как на вирусную атаку, на вирусное вторжение Потому что эти токсичные мысли действуют, как вирусы Эти токсичные мысли хотят полностью захватить нашу голову, наш мозг И наша иммунная система является защитой нашего тела, нашего организма И иммунная система отправляет разные вещества для того, чтобы помочь избавиться Иммунная система пытается закрыть, блокировать эту токсичную мысль, чтобы она не навредила И здесь начинается воспаление И это воспаление Все это Создает электромагнитный и нейрохимический хаос в нашей голове И это повлияет на твою способность концентрироваться Ты не сможешь чему-то уделять пристальное внимание Ты не сможешь нормально жить, когда все это в тебе Ты не сможешь принимать правильные решения, ты не сможешь хорошо спать Но ты не должен быть жертвой Ты можешь все это победить Я вам хочу еще показать, что происходит внутри вашего мозга Вот это зелененькое Это мир, который находится рядом с клетками Клеточная стена Это то, что происходит в нейрной системе и в теле, в клетках Маленькое вот это красненькое Это клетка Каждая клетка тела Каждая клетка мозга Наделена маленькими дверьми и маленькими окошками Как в церкви У нас же есть окна, у нас есть двери Для того, чтобы что-то могло заходить и что-то могло выходить Представляете, если будет буря И если вдруг вылетят все окна, не будет дверей И если на дворе зима И представляете, если снег будет просто летать по залу То, скорее всего, даже здание когда-то разрушится Конечно, все зависит от того, насколько долго будет бушевать буря Маленькая буря, маленькие разрушения Большая буря, большие разрушения Но в любом случае разрушения будут Ты можешь заново отстроить церковь Ты можешь починить, отремонтировать окна Но также ты можешь избежать, приняв превентивные меры, ты можешь избежать разрушений И вот здание наше похоже на клетку И вот эти маленькие наросты, эти маленькие шишечки Они как двери и окна И вот эта полосочка, это часть стены И два вот этих зеленых сердечка, это два окошка И я просто все это увеличила, чтобы вас кое-чему научить Видите вот эти красные капельки, красные вещества И есть еще желтые капельки И Бог ваши клетки создал таким образом Что эти двери, эти окна, которые есть в каждой клетке Открываются в определенное время Они открываются для определенной цели Чтобы какие-то вещи могли войти и какие-то вещи могли выйти в определенное время Каждое окошко предназначено для входа или выхода определенного химического вещества Точно так же, как для каждого замка существует свой ключ Для каждого замка нужно подобрать ключ И двери твоих клеток действуют точно так же Итак Красные могут зайти только в это сердечко И в другое не могут Потому что вот это слева сердечко для желтых капель Я очень просто пытаюсь объяснить сложную концепцию И вот главное в моей истории Когда ты вот в этой зоне Когда ты избираешь жизнь Тогда происходит вот это Поэтому я нарисовала маленькие сердечки На самом деле Конечно, у нас там нет сердечек Но я просто хочу донести мысль Но когда ты избираешь что-то неправильное И ты попадаешь в зону страха И ты начинаешь строить токсичные ядовитые мысли Начинается воспаление И это приведет к хаосу всего тела Потому что клетки будут повреждены Двери и окна будут повреждены И в теле начинаются бури И все это распространяется по телу И если в теле есть какое-то слабое место в организме Тогда эти двери и эти окна Весьма ранимы и уязвимы И может быть какое-то окно На самом деле может быть слабее Чем любое другое окно И когда начинается буря Какое-то слабое окно Может взлететь или сломаться Вот концепция, о которой я говорю Итак, ваше тело может находиться На втором уровне стресса Второй стадии На самом деле у стресса есть три стадии Первая стадия это нормально и хорошо Первая стадия это когда твой разум Сохраняет способность концентрироваться Когда ты можешь на что-то обратить внимание Когда ты можешь пройти через эти пять шагов Которым я вас учила Когда ты связан с Богом Когда ты позволяешь структурам мозга Делать все то, для чего они созданы Ты должен принимать решения Учитывая Божью волю Я говорю о любом решении С момента пробуждения от сна И до момента отхода ко сну Все решения, которые ты принимаешь Должны приниматься с учетом Божьей воли Иначе в твоем теле начнутся Электромагнитные и химические бури И они приведут к заболеваниям Когда у тебя стресс Первая стадия стресса Все нормально Я вам объясняю, что вот это нормальное состояние А вот это ненормальное состояние Дьявол пытается испортить, исказить что-то нормальное И точно так же во время стресса Большинству из нас неправильно объясняли, как все это происходит Стресс первого уровня Первая стадия стресса Она полезна, все хорошо Когда мы неправильно думаем, все портится Вот когда мы в этом состоянии Все химические процессы проистекают правильно и хорошо В мозге каждого человека 30 разных химических элементов могут одновременно действовать И около 1400 разных химических реакций происходит в мозге каждого человека Когда у тебя стресс первой стадии Все хорошо Замечательно Но когда ты выбираешь что-то плохое Все эти 30 Все 30 химических элементов начинают действовать неправильно 1400 химических реакций проистекают или проходят не как нужно В результате появляются проблемы, болезни и заболевания И когда химические вещества выделяются в ненужном количестве И не так, как нужно Тогда хорошие химические вещества Которые неправильно выделяются и вот сюда попадают Когда химические вещества вырабатываются в неправильном количестве Они превращаются в бурю, которая вышибает, выносит все двери и все окна Если что-то происходит в твоем теле Все процессы ранимы и на все процессы можно повлиять Если ты курил Может быть ты сидел рядом с кем-то, кто курил Вот эти молекулы дыма проникнут в твои клетки Если кто-то на тебя чихнет Вирус проникнет в твои клетки Если ты на себя побрызгиваешь каким-то химическим веществом Все пройдет, проникнет в твои клетки Если ты будешь неправильно кушать То химические элементы вредные проникнут в твои клетки Если ты будешь слишком много переработанного сахара потреблять То все это проникнет в твои клетки Если ты позволяешь негативным мыслям быть в твоей голове То появится этот неправильный сигнал, который проникнет в твои клетки На самом деле мы должны стремиться к правильным, хорошим сигналам Чтобы они были в нашей голове Если бы не было этих химических вредных элементов Они бы не смогли проникнуть в наше тело Но если защита разрушена, если все открыто То все то, что не должно проникать в нас, начинает в нас проникать И помимо этого Красные химические элементы зайдут не туда, куда нужно И желтые попадут не туда, куда нужно И появится замешательство Все нарушится В Писании написано, что где действует наш враг, там всегда замешательство и зло Вот здесь территория врага, он здесь властвует Здесь замешательство и всякое зло Каждый раз, когда мы принимаем неправильное решение Мы становимся более уязвимыми для болезней И все, что входит Нападает или разрушает нашу ДНК И мы становимся более уязвимыми для болезней И нет, конечно, прямой связи Нет прямой связи между злостью и какой-то конкретной болезнью Но ученые доказали все-таки Что все, что происходит там, где яды Приведет к какой-то болезни Может быть, будет депрессия, приступы волнения Будут проблемы с сердцем Будут проблемы иммунной системы Будут проблемы пищеварения Проблемы кожи Любые проблемы, но они появятся Очень много нарушений может появиться в организме человека из-за токсичных мыслей И ты можешь настолько чувствовать себя безнадежно Ты уже готов умереть И прежде чем ты это сделаешь Я хочу тебе сообщить Что Иисус умер на кресте 2000 лет назад Бог послал своего Сына как раз по той причине, о которой я говорю Когда мы принимаем неправильные решения, мы вредим своему организму Но наше тело должно служить Богу И мы должны научиться контролировать все это Мы должны научиться чувствовать, как мы себя чувствуем Мы должны, видя все это, снова бежать к Богу Как только ты осознаешь, как только ты покаешься, как только ты кого-то простишь Ты начнешь процесс исцеления своих клеток Ты начнешь исцелять эти клетки Когда обновление разума означает исцеление клеток Бог снова творит в тебе новое что-то Ты можешь испортить всю свою жизнь И несмотря на то, что твоя жизнь испорчена Бог может начать что-то изменять всего лишь за 21 день И третья стадия стресса Это называемая ее кругом смерти Это та стадия, когда уже появляется рак, проблемы с сосудами И врачи, исследователи постоянно проводят исследования и постоянно показывают нам Что большинство наших заболеваний Умственных, телесных и поведенческих Происходит из-за того, что происходит в нашей голове То есть заболевания связаны с тем, что происходит в голове Даже эффективность лекарств, которые вы принимаете Эффективность лекарств снижается из-за того, что в голове есть ядовитые мысли И я уверена, что медицина, ученые и врачи приносят пользу И я верю, что ученые и врачи также являются частью Божьей благодати Они помогают нам исправить или восстановить те разрушения, которые были произведены бурями в нашей жизни И иногда, когда ты молишься просто, чтобы врач сделал свою работу, может произойти чудо Потому что работа врача весьма сложна И тело человека, организм человека настолько сложен И Бог дал нам и веру, и врачей, и лекарства Но всегда надо позволять Богу всем управлять Какое бы решение ты не принял, как бы ты не пытался вернуться к здоровью Если ты принимаешь какие-то лекарства, я никогда тебе не скажу Прекрати принимать лекарства Выбор за тобой Но я говорю, главное, главное в том, что я говорю, исправь свое мышление Чтобы твои лекарства тебе могли помогать И чтобы ты мог начать чувствовать себя лучше Исправь свое мышление, чтобы ты начал правильно питаться Чтобы твое тело могло исцелиться Исправь свое мышление, обнови мышление, начни заниматься физкультурой Пожалуйста, наблюдай за своим храмом Потому что ты, поддерживая свое здоровье, ты этим почитаешь Бога И то, как ты себя чувствуешь физически, играет большую роль для твоей души, для душевной сферы А твой разум находится под управлением твоего духа Но ты в разуме должен принять решение, что ты будешь развивать свой дух И Дух Святой говорит с нашим духом Но в разуме мы принимаем решение, что мы позволим Духу Святому говорить с нашим духом Вы же слышали такую фразу, что Дух Святой джентльмен Но ты принимаешь решение, позволишь ты ему прийти или нет Ты решаешь, будешь ли ты обращаться к Нему по всякому поводу или нет Нельзя жить так, что ты приходишь в воскресенье, в церковь, все это слышишь А потом с понедельника ничего это не применяешь Так жить нельзя Зрелый верующий, когда слышит то, что я говорю Осознает, что у него есть власть снова взять контроль в свои руки Враг Мы должны забрать контроль из рук врага и передать этот контроль в руки Бога Престол или трон твоей жизни это твоя свободная воля Посади, позволь Богу восседать на этом престоле Потому что враг очень хочет сидеть на престоле твоей свободной воли И заставлять бури бушевать в твоем разуме Враг хочет сделать тебя больным, чтобы ты постоянно себя плохо чувствовал И люди смотрят на все это, и, конечно, они говорят, я не хочу так жить Ты же хочешь, чтобы люди, глядя на тебя, независимо от того, что происходит в своей жизни Ведь ты же хочешь, чтобы люди, глядя на тебя, видели радость и жизнь И даже если у тебя есть какие-то заболевания, какие-то проблемы Люди наблюдают за тем, как ты реагируешь на все это Именно твоя реакция должна быть благочестивой, божественной Потому что, когда ты реагируешь так, как Бог хочет, чтобы ты реагировал В голове, в твоей, в твоем теле начинают происходить чудеса И ты сумеешь справиться с вещами, с которыми тебе казалось, ты справиться не можешь И люди, глядя на тебя, скажут Я хочу иметь то, я хочу обладать тем, чем обладает Он Пожалуйста, еще два важных слайда, у нас есть пару минут, чтобы я их вам показал Вот это голограмм, то, что происходит в нашем мозге Вот, пожалуйста Это ваш мозг, голограмма мозга В передней части мозга Мы уже говорили о том, что в передней части нашего мозга наши метакогнитивные способности Метакогнитивность Это способность выйти, как бы, и посмотреть на себя со стороны Вообще у меня замечательная свекровь, но я в качестве шутки привожу в пример отношения со свекровью Видите вот это, то, что мигает, да? Это ядовитые, токсичные мысли, токсичные воспоминания Все эти проблемы И где бы я ни была в мире, я всегда в качестве шутки, для примера Использую отношения со свекровью И когда у тебя есть какие-то негативные воспоминания, они как вспышки в твоем разуме И они реальные И врагу это очень нравится Враг имеет непосредственный доступ к этим вещам И враг будет постоянно давать тебе возможность И желания Будет множество возможностей И у тебя будет возможность думать об этих неправильных вещах И вот эти черные деревья будут просто разрастаться в твоей голове Или же ты можешь избрать, следовать за Богом И ты можешь игнорировать все это зло и ты можешь простить Потому что когда ты прощаешь Я уже учил вас, что можно за 21 день Когда ты осознаешь, признаешь и прощаешь Ты можешь начать процесс Ученые доказали, что для этих изменений Для того, чтобы разрушить эту ядовитую мысль Нужен 21 день Ты не можешь опустить руки и все бросить на третьем или четвертом дне Нельзя сказать, что я дойду до седьмого дня и начну все заново 14 дней недостаточно, чтобы избавиться от ядовитой мысли И прийти к хорошим, зеленым Для того, чтобы разрушить ядовитую мысль И заместить ее хорошей мыслью Нужен 21 день И о чем вы думаете больше всего будет расти И если вы о чем-то примете решение не думать, все это исчезнет И для того, чтобы в нас была жизнь, мы должны быть на лозе Последний рисунок Вот эта большая мысль в середине — это вы И вы решаете, будете ли вы исполнять Божий закон Или вы будете слушать ложь врага и наполните свою голову ядовитыми мыслями Вот эти маленькие связи Это ядовитые мысли Ты думаешь, я ненавижу свою свою кровь, ненавижу свою тещу, дети, там она плохо относится Но ты же знаешь, что ты должен быть связан со словом, ты должен научиться прощать И там есть химические связи Вот здесь вот есть химические связи Если ты примешь решение о чем-то думать, в эту область придут химические элементы Если ты решишь думать о сказанном Богом Если ты будешь игнорировать все отравленное То эти химические элементы уйдут, они просто уйдут И они не будут питать отравленное Нужен 21 день, это происходит не очень быстро И тогда ты будешь на лозе И тогда у тебя будет жизнь, ты примешь решение жить Нужно тратить на это 7 минут в день Для того, чтобы эти изменения произошли, нужно уделять этому 7 минут в день Ты на протяжении 7 минут работаешь над одной мыслью И ты за эти 7 минут проходишь или делаешь 5 шагов Вначале ты на протяжении 3 минут благодаришь, славишь и поклоняешься Богу Я на протяжении 30 лет изучаю эти концепции И я соединяю научные данные с тем, что написано в Библии И стараюсь объяснить все очень просто И то, что я говорю, позволит вам избавиться от неправильных вещей в вашей голове И все зависит от того, что в голове Из-за того, что в голове потом начинаются изменения организма И вы можете избрать И я написала книги, у меня есть книги, вся информация там Есть DVD-диски, можно в интернете все это взять Все пока на английском Но у нас есть в интернете программа по детоксикации мозга Которая можно пройти за 21 день И там есть видео, вы можете все это загружать в свой телефон И я помогаю вам на протяжении этих 21 дня И сейчас мы занимаемся переводом на русский язык И когда мы все это сделаем, пасторик сообщит И вы еще можете выучить английский, чтобы все слушать Но что вам легче? Либо русского дождаться, либо английский выучить Как вам легче? Так и сделаете Я хотел бы за вас помолиться Давайте все встанем Спасибо за то, что вы так хорошо слушали, принимали информацию Вы весьма умны Когда вы разбираетесь какими-то трудностями Когда вы бросаете своему мозгу вызов Когда вы пытаетесь сделать больше, чем могли сделать раньше Когда вы упорно пробиваетесь вперед Бог творит чудеса Ваш мозг меняется Ваши интеллектуальные способности увеличиваются Вы лучше себя чувствуете, больше здоровья И ученые, проводя исследования Доказали, что люди, которые поклоняются Богу Те, кто на самом деле поклоняются Богу У них улучшается иммунная система, улучшается здоровье И их сосудистая система Кардиососудистая система Сердце начинает работать лучше У них больше интеллекта У них лучше работает голова Это всего лишь три полезных вещи, которые происходят Но их гораздо больше И Бог создал все так Чтобы у вас была помощь Чтобы вы могли его найти Чтобы вы научились прислушиваться к своему телу, к своему мозгу Научитесь жить в Божьем присутствии Когда вы молитесь на языках Ваш мозг переключается на уровень работы Самый максимальный Когда ты поклоняешься, происходит то же самое Твой мозг работает лучше всего, когда ты поклоняешься Богу Сейчас я помолюсь за вас Давайте закончим эту встречу, молясь на языках Поднимите руки к небесам Господь Иисус Мы любим тебя Благодарим тебя За то, что ты сделал нас настолько умными Спасибо За то, что ты дал нам невероятный мозг И больше всего спасибо За то, что когда мы что-то портим Ты даешь нам практический способ Все исправить И нужно всего лишь 21 день, чтобы разобраться с одной мыслью Спасибо, Отец, за то, что и после 21 дня Мы продолжим строительство Мы будем дальше выращивать хорошие мысли И потом еще раз, два раза по 21 дню Мы будем еще умнее И мы утвердимся, укрепимся в этих правильных путях И мы принесем в свой мозг жизнь Господь, вложи в сердце людей бремя Хорошее бремя Большое, огромное желание размышлять о Слове Твоем Господь, пусть люди здесь В этом зале, те, кто услышит это послание Будут захвачены Желанием Насаждать Божье Слово Которое спасет их душу Господь, мы поклоняемся Тебе Мы вместе, мы вместе возвышаем Твой голос Поклоняемся Тебе на языках сейчас Молись Богу на языках Прославляй Его на языках Продолжение следует...